Конечно, я начну сегодняшний рассказ о Европе, еврозоне, событии в Австрии. Все-таки заставляет Курс поволноваться австрийскую общественность. И при том очевидном давлении, которое есть в политическом пространстве и медийном, Курс выбрал определенную, ну скажем, модель сопротивления тому, что сейчас происходит. На вторник, вот мне доверие, то есть разговор об импичменте канцлеру Австрии назначен, но его не будет. Его не будет, потому что Курс сделал очень-очень-очень хитрый шаг. И, вы знаете, разговаривал вчера долго с австрийскими коллегами, разговаривал с представителями политических кругов. Как изменится вообще в Австрии политика? Есть ли шанс, что она изменится? Повлияет ли, например, давление на Курсу на Северный поток-2? Ну, то есть вот нюансы, которые интересны. И давление, которое на Курс вчера я подробно рассказывал об этом, в двух словах напоминаю, что Курсу предъявили претензию, что были за бюджетные деньги заказаны социальные опросы, которые публиковались в одной из австрийских газет, газета называется «Австрия». И что это повлияло манипуляцией на то, что его, после того, как он уже был министром иностранных дел в 27 лет, в 31 год избрали канцлером Австрии. И я отношусь к этому скептически, потому что не верю, что одна газета могла повлиять, не верю, что один заказной опрос может повлиять. Насчет того, что это произошло за бюджетные деньги, ну, чтобы рассуждать, нужно знать нюансы. Насколько Курс действительно залез в бюджетные деньги и не имел права этого делать. То есть объективный опрос за бюджетные деньги можно заказать, необъективный вопрос нельзя. Ну, оштрафуйте, ну, дайте денег. И что делает Курс? Он не ждет, пока в парламенте начнется голосование, потому что вся оппозиция, конечно же, проголосует и вот он будет иметь место быть. То есть недоверие Курсу выскажут. Нужно всего лишь пару голосов от зеленых, тех, кто с ним в коалиции сегодня, младшие партнеры. От зеленых я ожидаю не один-два голоса, а достаточно голосов, чтобы действительно Курс получил вот он недоверие. И что делает Курс? Курс в данной ситуации не дожидается вторника, а уходит в отставку. Притом еще делает очень красивый шаг. Это тоже, знаете, политически это хитро все. Нужно бороться, я считаю, всеми доступными методами. Притом еще раз говорю, что мне Курс симпатичен за то, как он ввел разговор со встречами через соцсети. Наверное, это единственный европейский лидер, который поставил на такой хороший, я сказал бы, конвейер разговор через соцсети. И все, что он делал, все время было в соцсетях. То есть вот у меня технически выставлена напоминалка, и мне сообщают, когда Курс выходит в живой эфир. Мне сообщают, когда и Пистагермания выходит в живой эфир, и когда Франция. То есть эти технические напоминалки легко ставятся. То есть сообщить вам о прямом эфире в следующий раз, да, сообщить. Так вот Курс выходит там два раза в неделю, а все остальные там раз-два в месяц. Это большая разница, то есть ты видишь, что Курс делаешь. И Курс предложил, чтобы с него сняли, между прочим, неприкосновенность. Если снимается неприкосновенность, иммунитет, то значит, что следствие может полномасштабно расследовать, допрашивать, делать обыски. Хотя они обыски и так сделали. Так что манюр, который сейчас делает Курс, выглядит как? Он не просто уходит из политики, он не делает шаг назад, он делает шаг в сторону. И говорит, пожалуйста, значит, давайте так, пусть временно сейчас будет, пока вы расследуете все, канцлер другой, не я буду канцлером. И когда все дорасследуется и выяснится, что я чист как сокол, то тогда давайте меня вернем на канцлерство. Ну, давайте так, хитро-нехитро, факт есть факт. И вопрос тогда, кто сейчас же возглавит Австрию? Если это делал лично Курс, то партия остается не под ударом. Если это делала партия, то тогда Курс остается вне удара. А если он действительно не виноват, а если и партия не виновата, если виноваты пиарщики, которые, скажем так, поднадавили при социальном опросе, то тогда это все не будет, ничего не стоит. Ну, вот вообще ничего. То есть это пошумели, пошумели и разбежались. Другое дело, что сразу видно на прочность коалиционное соглашение и насколько зеленые младшие партнеры в коалиции могут быть заменены, например, на свободовцев. Так что Курс говорит, что я тоже человек с эмоциями и совершаю ошибки. Это он накануне того, как сказать, что он в отставку уходит, решил вдруг поговорить о том, что он человек и не канцлер. Ну, я понимаю. При этом есть несколько сигналов, что эта отставка, вот временная, невременная, он все равно остается канцлером, но в тени. Такой кардинал решили я. Почему? Почему я делаю вывод, что Курс останется таким специфическим, будет технический директор, технический канцлер, и Курс останется все-таки. Потому что все министры, которые сейчас есть, они будут и дальше выполнять свои функции. Это значит, что нет правительственного кризиса. Это значит, что перевыборы в Австрии, даже никто сейчас об этом не говорит, они просто не намечаются. Соответственно, Курс уходит во штавку, но остается членом национального совета. Это у них нижняя палата парламента.